В единый день голосования исполнили свой гражданский долг не только горожане, но и жители сельских поселений. На избирательном участке номер 42-48 прибрежного сельского поселения на момент 12 часов дня проголосовали более 380 человек. По словам председателя этой участковой избирательной комиссии Аллы Сайгановой, для первой половины дня явка хорошая. Явка неплохая на данное время. Ожидаем, что у нас работники садгиганта, они работают до двух часов сегодня, рабочий день. Должны прибыть ещё во второй половине. Ожидаем тоже хорошую явку. В прибрежном сельском поселении не все жители могли прийти на избирательный участок по уважительной причине. Поэтому свой выбор они сделали прямо на дому. Для этого представители участковой избирательной комиссии отправились по адресам с передвижными ящиками для голосования. На дому работают три бригады. У нас сейчас в данный момент 138 человек заявлений дали проголосовать в непомещение. То есть надо… Вот 50 человек у нас проголосовали досрочно. Вот они входят в сумму 381 сейчас в общую. Среди избирателей были и те, кто впервые выполнял свой гражданский долг. Среди них Анастасия Лактионова. В этом году ей исполнилось 18 лет. И она получила право принять участие в голосовании. Я считаю, что должен голосовать каждый, особенно молодёжь. И это долг каждого. Все избиратели в этот день сходились во мнении. Принять активное участие в политической жизни своей малой родины и края в целом обязан каждый гражданин. Я считаю, что первоначально это патриотизм. Во-вторых, это гражданский долг. Я думаю, что его должны молодёжь в первую очередь отдавать. Потому что от нас зависит будущее. Я считаю, что очень важно приходить и сделать свой выбор обязательно. Как бы это зависит будущее наше. Обязательно привлекать молодёжь к этому. Потому что это тоже очень важно и для молодёжи, и для наших детей, и для всех граждан. Я голосую всегда. На все выборы хожу. Это обязанность каждого человека. В этот день не только гражданский, но и служебный долг исполняли сотрудники правоохранительных органов. В течение всего дня выборов на избирательных участках сотрудники полиции и казаки следили за общественным порядком. Ровно в 20.00 все избирательные участки закроют свои двери для подведения итогов голосования. Каждый гражданин, чувствующий ответственность за судьбу своей малой родины, не должен оставаться равнодушным.